Депутат 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 Она на высоком уровне или нет? Почему я об этом спрашиваю? Потому что иногда люди, особенно в селах, не знают, кто их депутат. Ну, я думаю, что на настоящий момент практически таких депутатов нету, которых не знают. Степень ответственности, подход к этому вопросу, связанному с общением с избирательным, конечно, у всех разный. Это зависит от людей, может быть, от возможности выступить перед коллективом, перед населением, перед избирателями. Не у всех одинаково получается. Кто-то скромничает, но при этом говорит, я вам лучше помогу там чем-то другим. И они их знают, и их благодарят. А есть те, кто не имеет возможности решить какие-то материальные вопросы, но он решает их по-другому. Вот через, используя статус депутата Верховного, работая с органами муниципальной и государственной власти, решая конкретные вопросы. Известно, что есть такая форма работы тоже у наших парламентариев. Это выезды депутатских комиссий в район, да? Да. Вот какие проблемы удается решить, когда такие комиссии работают уже непосредственно на месте? Ну, я думаю, что это абсолютно понятно. На месте оно виднее. Много таких примеров, когда наши комиссии, комитеты, вот в этом смысле очень активно, комитеты по образованию, например, они выезжают на место, смотрят, в каком состоянии находятся объекты образования, результатом чего является предложение выработанное. Либо решить какие-то вопросы, связанные с реконструкцией школы, либо детского садика, либо переоборудование, либо там еще, либо вплоть до предложения кадровых изменений. Такие вещи тоже происходят, где рекомендации даются правительству. Ну, как правило, если уезжает вот такая группа депутатов, комиссия или комитет, мы стараемся, чтобы там были представители правительства, чтобы совместно можно было принимать решения, по сути дела, на месте. И я хочу сказать, что тоже эффективная форма работы.